Здравствуйте, это канал Максимодзе и сегодня мы начинаем новый и уже последний сезон в gta sandres the definitive edition самый короткий четвертый сезон скорее всего серии в нем будет 4 скорее всего столько займет оставшееся прохождение и короче говоря мы наконец-то прошли ограбление в казино и давайте посмотреть что у нас там дальше думаю уже и о сантес возвращаться бы следует наверное home in the hills не презирай кратышка у меня есть револьвер дальше но базе его базе его вы хоть знаете как надо набрежься чтобы тут стоять и петь это сожалею нам требуется кто-нибудь получше и что может быть кто получше я вон в идеальной форме ходи маленький блин женщины меня хотят может я хотела быть похожими на меня дебилы ты не запугаешь нас чувак блин управлять казино не так то просто надо бы тут двери открыть просто чтобы лопухи кикнулись знаете чё мне тут надоело уже я пытаюсь заняться бизнесом а не аудитом мелко имела ввиду мелким ростом да 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 точно я хочу лишь знать когда появится настоящий талант здесь я слышал в этом мэдок здорово брата cj какие хорошие новости что ты здоров ты готов вернуться на сцену полегче не так быстро надо постепенно все это делать а в чем дело я хочу вернуться домой си джей ну давай я тебя отвезу где твой дом мой особняк да слышал в этом месте наркода секс прочая фигня да знаешь я а я был там ой ну то есть видел его телеку точнее отличное логово нам бы пригодилось такое место чтобы зажить влс с нуля дождаться свита наладить дела выйти из этой мелкой игры короче говоря не стоит си джей эй почему я же спас твою жизнь чувак моем особняке не так много места всего лишь 19 комнат не так ли ой ладно мой особняк захватили на голову налоговый нет нет а кто тогда да никто вообще кто кто ну кто а это биг папа биг пап наркодиллер вагас блин ты отдал многомиллион особняк торговцу наркотой блин знаешь си джей я не мог ему противостоять не мог да ты дегенерат просто блин сколько несчастность можно принести один пищу байни это не моя вина си джей блин лучше бы ты прыгнул идем мы едем домой звук подлагивает немного прощай лас вентурас алло эй как ты карл эй кендал что такое ничего просто хотел пожелать удачи мы сначала отправимся в сан-фьерро проверим обстановку дела а потом встретимся с вами лос-сантоси ладно будь осторожна не беспокойся со мной мы прыгнем первыми и защитим территорию хорош идея элемент неожиданности оставшиеся пары не смогут спокойно приземлиться войну до время средтак кайфово выглядит если честно ой Ты когда-нибудь прыгал? Нет, а ты? Нет. Там мы приземлились, мы почувствуем себя непобедимыми. Я непобедим! Сдойте! Прыжок! Так, ну и короче на вертолётную площадку приземлиться желательнее всего будет. В этом особняке мы были с вами в первом сезоне, когда для отжилока книгу со стихами добывали. Мы добывали её там как раз. Прикольно, можно вилять вот так парашютом. Так, вагасы уже там стреляют. Да, ну доставай оружие быстрее. А, звук. Так, звук лагает. Так, проблема. Вот вроде сама анимация не лагает ничего, а вот звук подлагивает. Неприятно, неприятно это. Вагасы, я смотрю, сильнее стали за это время. Вон, пушек уже по... Пушки у них уже покручиваются там. А, одного китайца уже убили. А, блин. А, блин. А, пушка-то кончается уже. Где тут вход? Здесь. Нас намного меньше. Если мы будем шалить мозгами, не надерём им задницы. О, их надо убивать. Так, в особняке так сильно лагать не будет. Вот даже вообще... О, и тут пушки эти есть. Так, зачищать крикот. И сказано, сделано. О, и здесь звук тоже подлагивает. Да, блин. Они... Они вообще... Заканчиваются когда-нибудь, нет? О, бронежилет. Пригодится. Так. Блин, чувак, зачем по мне это стрелял? Тут, кстати, по особняку бегает это... Девушки, которые бегают, они... Имеют такую же модельку, как у Денис, с которой... СиДжей познакомился в Лос-Антосе. Кстати, наверное, надо будет... Встретиться с ней будет. Блин, а мне в башку прям стреляют. О, мне вот это вот... А, нет, это не нужно. Оно у меня целое. А, вот кто, не помню, так стрелял. Ты выбрал не тот дом, урод, блин. Ещё какой дот, блин. Стой, блин. Нам, по-любому, его придётся, скорее всего, преследовать. Нам в машине. Ты не знаешь, с кем связался, блин. Замочите его, кто-нибудь. Шёл ты на виг, сказал он. Блин, а ты бежать не можешь, что ли? Так, сейчас догнать надо обязательно. Вот я часто проваливал миссию, когда гонялся за ним. Потому что... Надо там, надо стрелять аккуратнее, чтобы самого себя ещё не взорвать. Ну и ездит он тоже быстро, надо его не упустить. Не уедешь, блин. Радио выключи. А, опять лагает звук. Ну что, что будешь делать? Вообще звук пропадает. Надо было, наверное, компьютер перезагрузить, прежде чем запись начинать. Блин, он ездит быстро, а эта машина не очень-то поворотливая. Оооо... Сейчас... А, нет. Я уж думал, сейчас нафиг вылетит ещё игра. Бывало и такое. К сожалению, даже во время прохождения такое у нас бывало. Так, вот здесь по нему стрелять не очень-то рекомендуется. Сами... Сами себя можем взорвать. Оооо... Вообще... Текстурок нету. В чём проблема-то? Я же ничего не вижу, блин. Я же сейчас упаду с моста где-нибудь. Надо было комп перезагружать. Ой-ой. Он сейчас рванёт. О, отлично. Мы отбили особняк. Да, так вот, с такими лагами играть не очень-то будет приятно. Музычка не заиграла. Короче, ребята, перезагрузил я компьютер, прежде чем идти к следующей миссии, потому что с такими лагами играть просто омерзительно. Невозможно. Просто перезагрузки вроде бы так не лагает. Эй, Кен, как дела? Кто там ещё? Это Карл. Карл Джонсон. А, Карл, здорово. А, Карл, здорово. Фу. Это парни, Карл, здорово. Чёртовски здорово. Мне нужен бухгалтер и звукооператор. И подумал, и тут про тебя и Пола. О, прекрасно. Пол силён в цифрах, а из меня получится продюсер. Это реально классно. Замечательно. Да-да, как угодно. До встречи, давай. Офигеть, как круто. Я иногда просто в интернете полазу, что-то ещё поделаю в ПК, там что-то уже нагружается внутри. И, короче, GTA начинает подлагивать на записи. После, если перезагрузить, то есть планово как бы включить компьютер и уже ничего как бы в нём не нагружено, то вроде бы так не лагает уже. Сейчас всё нормально будет. И всю серию я с такими лагами записывать не собираюсь. Ладно. Вертикл Берд. Ну, давай. Давай, давай, давай. Ну же, давай. Давай, давай, давай. Так, так. Так, так, так. Хорошо, оставьте меня в погоне. О, блин. Да ты бесстыжий извращенец. Хватит, ай. Ты должен возволить своего хозяйства в другом месте. Эй, помнишь, что случилось? Дай буфигу. Это не... Это был мужик, чувак. Ты чё вообще говоришь? Но у него были груди. Да это мужские. Понял. Извращенец, блин. Эй, чё произошло? Куда музыка-то пропала? Не знаю. Вырубилось чё-то. Ты не справляешься с этим дерьмом и штуковином. Я не могу отвечать за каждый прибор, понял? Давай, почини всё. Мы не сможем в таких условиях работать. Наконец-то. Я думал, что никогда до тебя не достучусь. Эээ, Торено? Это ты, что ли? Что тут происходит? Торено? Слушай, ты должен выплатить для меня последнее поручение. Коммунисты ставят ворот, Карл. Я устал от этого дырения. Я снаружи, Карл. Давай прогадимся. Я только что слышал нечто странное. Блин, что бы я провалился? Я должен идти. Справьтесь без меня пока. Док, я должен идти на собрание по маркетингу. Я позже приеду. Давай, чувак. Да, шикарно. Ты чувствуешь это, Макер, да? Ты мне давал приглашение внутрь, да? Я так и знал, что ты заявишься. Ладно, я подброшу тебя к месту высадки. Садись. Неплохо так выглядит. Долго еще это все продолжаться будет? Мне и так проблемовал. Хочешь увидеть своего брата на этой неделе? Да. Что надо сделать? Тебе нужно просто угнать военный истребитель с борта корабля. Судно. Его нужно использовать и уничтожить кое-какие. Я тебя не подставляю, если что, Карл. Тут на борту находится все, что надо. Я оттуда живу, а вообще вернусь? Конечно же вернешься. Не будешь смешным. Короче, вставь вот этот наушник и делай, что я скажу. В катере лежат нож и пистолет с глушителем. Но я не думаю, что пистолет с глушителем мне сильно пригодится. В тихушку мне ни разу не удавалось проходить. Хорошо, Карл. Авианосец пришбортован. Он там. Я не успел просчитать где. Ну, короче, где-то тут в Сан-Фир. Проверись набор так, чтобы тебя не замедлили. Когда попадешь в Ундри, я, к сожалению, тебе не смогу помогать. А можешь помочь, Светс? Ээээ, не знаю, нет. Что пробраться не замечено. Эффектно было это. Так, найдите пункт управления, чтобы отключить ПО. Угоните один из военных самолетов. Есть, кстати, один способ, один лайфхак, который я продемонстрирую потом. Постараться не привлекать внимания, да. Так, ладно, не будем убивать его. Давайте просто подождем, пока он уйдет. Вот, да, этот механик нас точно заметит. Так что надо... Надо убить его тогда, когда он вылезет из этого погрузчика. И из глушака, конечно, не это надо сделать. Можно попробовать в тихушку, но вряд ли мы долго сможем в тихушку это делать. Куда нам надо? Нам надо туда, вроде бы вот здесь. Он сюда пойдет. А, нет, он сейчас развернется. Четко. А, мы рано сюда, мы рано пошли сюда. Нам надо что-то другое сначала там отключить в том месте. А, вот, тут. Ой. Вот, я же говорил, не сможем долго мы так продерживаться. Но, впрочем, до главной этой базы, где эти самолеты военные стоят, добрались. И часовых тут уже не немного. У нас миниган еще остался. Короче, вот какой лайфхак. Давайте угоним этот самолет, а остальные уничтожим. Вот так. Потом поймете, зачем я это сделал. Блин, а управление у этого самолета совершенно не такое, как у обычного. Тут мышкой наклонять его надо. Это неудобно. Но управляется. Это, поворачивать легко. А вот что-то прямо лететь на нем неудобно. Видишь, что я тебе говорил? Ничего сложного. Угнан истребитель. Подготовка к ликвидации. Ты это слышал? К уничтожению. Да чушь это все. Все, подбит. Вообще без проблем справились с ним. Короче, я уничтожил другие самолеты для того, чтобы за нами погони не была такая сложная. Если бы я бы не уничтожил бы эти самолеты, меня бы сейчас преследовало три самолета, а не один. А так вот я их уничтожил, у меня преследует только один, который мы с легкостью взорвали. О! Вот так легче лететь на R. Наверное. Или может мне кажется так. А, да, легко. Это переключение между режимом зависания и решимым. Так, ракеты, ракеты. Так, один уничтожен. Еще три на плаву. Короче, когда он красным обозначается, значит, прицел направлен точно. Так. Ну что, он не взрывается-то? Можно опустить? Чуть-чуть. Мы чуть-чуть вниз опустим его. Сколько же ракет надо, чтобы он взорвался? Он когда-нибудь взорвется? Я надеюсь, ничего не заглючит. Будет-будет отродительно, если что-то заглючит. Блин, можно... Так. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Твою мать! Что такое? Как так-то? Взлетай-взлетай-взлетай-взлетай-взлетай-взлетай! Взлетай-взлетай-взлетай-давай-давай-давай-давай! Мы еще летим, мы пока летим еще. А, нам... А, они туда, прицел направляется. Последний, взрывай. Вот, видишь? Играли для детей. Да, пожалуйста, нахрен! Никогда больше такие вещи делать не буду. Я думал, что меня сейчас собьют. У, какой... Знаешь, он даже начал думать, что мой малыш, Карл Дроноген. Ух, да заткнись, и куда мне задевать эту штуку вообще? Какую штуку? Я не знаю, что ты говоришь. Это ты её украл, не надо ничего вешать на меня. Туррино, блин! Ладно, на нашу базу в пустыне тогда. Ух, блин. Блин, я уже думал, вот мы врезались в землю, я думал, он взорвётся сейчас, всё, хана, миссия. Нет, он ещё держится пока. Так, надо выше подняться и включить горизонтальный полёт. Да, управлять этим самолётом непросто. Блин, ну это реально тяжело как-то. Так, надо аккуратненько приземлиться. Ни во что не врезавшись. И это будет непросто. Очень непросто. Самолёт, кстати, уже дымит. По-моему, надо... По-моему, там надо будет не просто поставить его на... вот это, на землю, а ещё и загнать в ангар. Так, часси. А, мы их не убирали. Легонько чмокнуть землю. Ага, да, в ангар надо завести точно. Ну, к чему излишней сложности, а? Давай, 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 аккуратно только. Самолёт дымит. Я врезался в землю из-за неудобного управления, блин. Блин, как это неудобно, а? Давай, 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 давай. Нет, 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 только не задевай. Нет. Фу, вылезай скорее. Сейчас он загорится, блин. Не, не загорится. Фух, ладно, повезло. Повезло, 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 повезло. Давайте-ка на джетпаке улетим обратно туда. Зачем вообще загонять его сюда надо было? Можно было просто взять и взбомбануть его нафиг. Ой, блин. Так, наконец-то прилетели. Лететь пришлось сюда долго. Homecoming. Да, меня не волнует. Я сказал, не волнует. Это что значит не... Э, чё? Привет, мистер босс. Я смотрю, ты очень занят бизнесом. Да пошёл ты нахрен, Тарена. Я из-за дяди жизни не лишился, блин. Слушай, у меня есть одно для тебя очень маленькое поручение, после которого я навсегда исчезаю в твоей жизни. Знаешь что? Ты задолбал. Я устал от твоих поручений. Эээ, преградит. Очень жалко выглядишь. Узди за ее стол. Не бойся, мишня. Слушай, у меня есть для тебя маленький сюрприз. Ты к нему готов, да? Ответь. Алло? Карл, ты ээ, Свит. О, Свит. Я не знаю, что произошло, но меня освободили только что. Понятия не имею, что тут происходит. Я нахожусь на площади у полицейского участка. Хорошо, я сейчас подъеду за блюде. Ну, я о каком поручении ты говорил Торейну? Я просто хотел, чтобы ты забрал своего брата. Давай. Ну что ж, выполнил Торейну все-таки свое обещание. И брат Свит на свободе. Поехали. Да, давненько мы Свита не видели. Наконец-то мы увидим его спустя столько-столько времени. В нашем случае это полтора года почти. Он последний раз появился в последней серии первого сезона. И... Где его и арестовали. А это было в феврале прошлого года. Долго мы проходим с вами эту игру. Именно столько же мы, кстати, и не были дома. В своем районе. Свит наверняка захочет туда. Так, мы приближаемся. Сельский участок здесь. Блин. Одну секунду. Алле. Ну все, да, давай. Звонят, блин. Не дают поиграть. Здорово, брат. О, здорово. Давно не виделись. Все в порядке. Хорошо живем. Слышь, мы тут переехали на новое место. У нас есть особняк Свит. Мы погружены в работу. У нас дела идут в гору. Мы получаем доход от казино. У нас есть безумный бизнес в Сан-Фьерро. И даже вышли на рапсцену. Давайте. Поехали в него. Какой еще особняк? Ты что за прыгу несешь вообще? А что ты имеешь в виду? Все мое, так же и тебе принялись. Ты никогда не понимал, Карл, не так ли? Я должен проверить, как идут дела в нашем районе. Вот в чем проблема. Ты всегда был бандитом, который бежит от реальности. Эй, чувак, там дела просто ужасные. Ты не захочешь туда возвращаться? Нет. Я очень хочу туда возвращаться. Что ты сделал для нашего района? А что район сделал для меня? Он всегда тянул меня на дно. Каждый раз, когда я покидал район, проблемы исчезали. Все хотят выйти из банды. Ты сейчас говоришь прям как Смоук. Ладно, твои дела. Я покажу тебе, во что превратился наш район. Ты же понимаешь, что дела идут хуже некуда. Да? Ну, как хочешь, только я там больше не живу. Просто отвези меня туда. Блин. Да, знакомые места. Эй, не хотите купить блендер, а? Продаю недорого. Работает. Эй, чё? Это мамин блендер. Похоже, этот парень побывал в нашем доме. Пошли домой уже. Это твой дом, чувак. Надо вышвырнуть этих ублюдков из дома нашей матери. Ты родился здесь. Блин. Я планировал ночью сюда приехать, но ночь медленно наступает. Ладно. Блин, свитцы. Не попадайся под меня, пожалуйста. Что-то я... Давненько не развязывал эти войны между группировками. Уже я отвык от этого, если честно. Свит попадается под выстрел. Это очень раздражает. И, кстати, надо поменять оружие. Это опять заканчивается. Во! Ничего так вооружились. Они за это время тоже неплохо так... Блин, они машину уничтожают нашу. Они всегда за спиной появляются, поэтому стоим спиной туда. Знаете, что я сделаю? Ага! Отведались силушки скорострельной. Ну, а теперь давайте займемся уже чуваками, которые дурь тут таскают. Да плевать мне на розыск. Ладно, поехали отсюда. Повидаем Кендалл. Кендалл сама может прийти и увидеться со мной в ее родном доме. Ну, и здесь больше ничего не осталось. Рим не сразу устроился, чувак. Ай, мой брат иногда такой занозой может быть. Ну что, дорогие друзья, после стольких времен мы вернулись обратно к себе домой. И фургон мой тут стоит по-прежнему. Никто его не угнал. Ну что ж, дорогие друзья, на этом закончим. В следующих сериях все пойдет как в первом сезоне. Все в этих же местах. На сегодня все. С вас так вас подписываются с меня и эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стрельнический канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...